Ну что ж, всем вновь привет, с вами Артур, мы продолжаем проходить Ведьмака 3. Закончил я с этими кулачными боями, ничего там сложного особо не было, ну конечно странно, все это немножко выглядело. На самом деле скелликские войны, они самые простые, потому что они всеми сильным ударом влетали, и арены были достаточно большие для того, чтобы отбиваться. И выходит так, что они бьют сильным ударом, отскок, два удара или один, ну там один был, который только один удар можно было нанести, ну типа он быстро отскакивал после первого удара, но легко его убить. А вот потом началась какая-то херня, сначала меня выпустили на арену с Медведем, по-моему, то ли 24-го, то ли 28-го, скорее всего 24-го уровня, но он не особо поворотливый, так что... Даже кулаками я его забил. Почему тут два? Поговори со свидетелями. А, ну это все свидетели. Ну так вот, и потом еще типа надо было сразиться с чемпионом чемпионов, а чемпион чемпионов был... Ты был в лодке, на которую напали утопцы? Да, вместе с Ульфом. Моим двоюродным братом. Мы собирали ловушки для крабов около скал Герат. Ульф потянул за веревку. Тяжело ему было, я уже решил, что там полная клетка, что хороший улов. Тогда что-то рвануло веревку снизу. Всего миг, и Ульф был уже под водой. Я звал его. Раз, другой, третий. Вдруг вода стала красной от крови, и разнесся ужасный запах. Вроде гнилья. Но это хуже. Это утопцы перевернули лодку. Я и сам не знаю, как доплыл до берега. Должно быть, Фрей меня хранила. Или чудовища уже наелись. Спасибо за рассказ. Ну, поговорим сразу с вторым. Ну, так вот, и последним врагом, чемпионом чемпионов был тролль. Ну, с троллем, конечно, я немножко помучился. По-моему, две или три попытки сделал. Потом понял, что ему главное не давать нападать. Я не знаю, что твоего мужа убили утопцами. Сперва море забрало у меня сына. Теперь мужа. Осталась я одна. Вилли. Наш сын. Не вернулся словно. Муж каждый вечер ходил на скалы кьерок высматривать его лодку. Я говорила, что ему этим жизни не вернешь. И сам, говорю, сгинешь. Слышал ведь, что там утопцы живут. Только не сиделось ему. Брал он свой старый плащ и шел. Когда он однажды ночью не вернулся, я позвала брата. Мы взяли факел и отправились его искать. Мюрдья, блин. Утопцы так его изранили, что я только по этому плащу его и узнала. Я знаю, что это небольшое утешение, но обещаю, что ваша беда с утопцами скоро закончится. Будь здорова. Ну так вот, чтобы победить тролля на кулаках, самое главное это не давать ему, ну типа он начинает временами злиться, если мы находимся далеко, и бежит на нас вертушкой. То есть, ну не вертушка, но он типа руками машет левой и правой по очереди, и увернуться от этого удара крайне сложно. Если он наносит удар, то это минус половина здоровья сразу же, ну примерно так. Он может два раза попасть этими руками, и тогда ты сразу умираешь. Ну и вот, в общем-то, две местности что ли. Ну вот, и чтобы этого не произошло, его нужно бить по спине желательно. Когда вы его бьёте по спине... Здрасте. А может и меч достанешь. Ну я думаю, это будет не сложно. Хотя сейчас наверняка вылезут другие, и в этой опции будет немножко, но сложнее. Ау, спасибо. И тут. Ух ты, красный. Вот это здорово. Правда, мне бы их побольше. Ну, логово утопцев-то, конечно, немножко печально, но думаю, ничего страшного. Только запах куда-то... А вот он. Странно, но как-то пахнет. Я надеюсь, я уже осмотрел местность, потому что, ну, вроде... Упс. Предлагайте здесь нырнуть. Ну, предположим, могут быть же пещеры и под водой. Да, конечно. Надеюсь, скоро мне уже дадут вынырнуть. Они что-то тут по потолку уходят. Блин, далеко плыть. Так, маленькое сохранение, с утопцами нельзя без этого. Ну, в любом случае, мы, похоже, нашли правильное место. Человеческие кости не сломаны, но мозг высосан. Я не знаю, какий длинный язык. Так, ну, нам явно туда. А тут явно ничего не будет. Э, выход из пещеры. О, еще утопцы. Здорово. Очень здорово. Уворачиваться там было бы где от них. Блин, их много. Пять штук. Знаете, деритесь-ка вы там сами. Эй. Было бы круто подлететь поджечь их, но ладно. Я думаю, так, нормально. Сейчас появится. Ты давай, иди в атаку. Прям так, сразу и отравление, да? Ух ты, уровень. Надо подлечиться. Ох уж этот газ, а. Круто, с них красный мотаген опланет. Вообще огонь. И даже очень часто. Очень часто. Здорово, сделаем себе новый кругленький мотаген. Когда закончим, мы лаву прокачаем. Логово чудовище. Тут, кажется, не утопцы. Почти не тронутые. Припрятаны на потом. Утопцы так не делают. Ну, смотри ты его, ну, пожалуйста. Смекина шея, раздавленная гортань. Затушили. О, сундучок. С говнецом. Ой, сейчас как налетит на меня что-то. Ещё и по помощи утопцев попросят. Будет грустно. О, ещё сундук. Или это тот самый, да, это тот самый. Чёрт. Чёрт. Этот смрад, следы на телах. Это должно быть логово водной бабы. У них тонкий нюх, она не вернётся, пока я здесь. Хотя, если она терпит утопцев, может, достаточно будет сделать вытяжку из их желёз, чтобы замаскировать мой запах. Так, зелья из феромона утопца. Алхимия. Да, тут, конечно, что-то найти будет сложно. Да, хорошо, что всё есть. Ну, если должно, то поехали. Где-нибудь спрятаться и подождать. За теми шлюпками. Шлюпки. Забавный такой контракт, правда, эта пещера тёмная достаточно. Немножко бесит. Ну, кто тут пришёл? Упс. Это я зря. Да, прям не очень так. Ну-ка. Давай. Главное, наверное, с утопцами разделаться, потом с бабой стоит попроще. Спокойно. Чтобы им разномиваться ударами. Ну, давай, давай. А теперь влечим. Давай, давай, давай. Блин. Хоть это и лечит, но я от этого всё равно перестаю видеть. Ну, вот и всё. Остальных утопцев проверим. Мало ли. Отлично, красный мутаген завезли. Может, и у этого. Вообще огонь. Ну, всё-таки мы закончили здесь. Попробую этой дорогой выбраться. Вход. То есть, возможно, там был выход. Ну, там по запаху-то всё равно и по следам можно было выследить. Видимо, это два входа. Выбирай любой. Теперь был. Выплыть. Ну что, лошадка, давай. Вот, надо было ей на скале появиться. Так, ну вот тут... Ну ладно, давай в обход. Давай в обход. Всё, я понял. Я понял эту игру. Она как Дага Нейшн. Хрен, где заберёшься, где нельзя. Вот с Карим было дело. Просто прыгай на скалу, и рано или поздно залезешь. Ты мне деньги должен. Нет. Ты? Работа сделана. А вот доказательства. А на что мне голова дьявола? Это что за дьявол? Водная баба. Старая хитрая особь. Это она источник всех ваших бед. Я много мерзостей в сетях находил. Мурены, миноги, скаты. Вот такого не видал. Возьми свою награду. Ты заслужил. Спасибо. Прощай. 250. Что у нас там следующее по заданиям? Ну, предположим, пропавший жених. У нас Кельги надо повыполнять все-таки заказы. И потом уже с чистой совестью, так сказать, проваливать отсюда. Хотя тут есть задания для ТСУАТа, даже для, по-моему, 33 уровня. И это немножко напрягает. Хотя я думал, вот эти бои на кулаках будут сложные. Но оказалось, что тот эльф, петух, с этой ареной грёбаной, был похуже, чем все эти скейлифские байки. Я даже одному этому лысому... Ну, тут есть, короче, лысый боец. Там куча тётка такая смотрелась. Он такой, ну, я тебя точно не побежу под дайси. Я начал с ним драться, он меня чуть не уделал сразу. Потом вдруг я его начал побеждать. И я всё такой, а ладно, он меня добил. Все порадовались. Потом я второй раз начал и забил его. Давай, своё задание. Кажется, у вас здесь есть какая-то работа для ведьмака. Ну да, сестра мне всю пляж проела. Вот я для вязчего спокойствия и вывесил объявление. По правде сказать, я и не рассчитывал, что кто-то заинтересуется. Чём дело? Да вот жених у сестры пропал. Люди болтают, что он просто сбежал из деревни. А она вроде как видела, что его чудище утащило. Мне кажется, ты не веришь в эту историю с чудищем. Всякое между ними было. Нильс бегал за юбками, и с Брит сладить непросто. Но всё-таки семья это святое. Ты займёшься этим делать? Посмотрю, что можно сделать. Для начала я хочу поговорить с твоей сестрой. У Нильса и Брит было любимое место. Ускал к северу от дерева. С тех пор, как он пропал, она всё время там сидит. Спасибо, я пойду к ней. А, кстати, помимо того, что эти задания связаны с аренами. На чемпиона кулачных боёв был ещё там маленький такой квест, когда приходишь задавать, типа, квест это чемпион чемпионов, чтобы с троллем подраться. Там, короче, на арене призрак обитает. От него надо, типа, избавиться, чтобы можно было драться с этим чемпионом чемпионов. И, короче, там, типа, рассказывают историю, что этот призрак, типа, проклят. Он там какого-то ярла убил, потому что... Ну, чисто потому, что он над ним издевался. И, короче, ярл перед смертью его проклял, чтобы он, типа, всегда там был на этой арене и всегда проигрывал. И, в общем, надо просто ему податься, чтобы он нас выиграл, и он уходит. Такая вот херма. Ты видела, как пропал Нильс? Видела. Тень. Огромные крылья. Будто туча прошла по небу. А потом я услышала крик. Оно схватило его. И унесло в сторону пещер на побережье. Но он был жив. Кричал моё имя. Я попробую его найти. Надо осмотреть пещеры, которые говорили о бреде. Ну, нихрена себе, как тут далеко все. Лошадка. Но! Пропавший жених. Надо всё-таки качнуть уже, пора. Так, умение персонажа. Ну, предположим. Кстати, наверное, даже можно было бы заменить. У меня и так лень, не хочу заменять. Пока не хочу. Так, и... Мутагены. Мутагены странно работают. Так, сколько у меня красных? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. У меня, по идее, только в одной ячейке нужно. Можно и сделать. Сейчас невозможно, потому что я на коне, но давай срезу. Так, раз красный. Два красный. Три очень красный. Так. Объясню, в чём проблема. Если я не нажимаю вот на этого херню вот так, то когда я верчу влево или вправо или вниз, пропадает курсорчик и... Ничего не поставить. Такая вот херня. Ну, 40, отлично. Так, маленькое сохранение. Поехали дальше. Пошла. Интересно, если... Во все слоты вставить красные мутагены... Сколько примерно выйдет... Ну, какая будет мощность ударов. Если только от этих мутагенов будет по 40, как это... 160, ещё там... Дополнительные, наверное, от скиллов какие-нибудь будут, плюшки. Тройной, четверной рван. А может даже пятерной. А если ещё одеть для этого хорошую броню там... Да ладно, они сами справятся. Сторожевая башня, строжевая башня. Мы сейчас по заказам. Не торопись! Что мы тут можем найти? Утопцы? Как же здесь воняет водольё. Но не меньше уровня, странно. Вот, сука! Утопцы, наверное, не поднякнется в воздух. Пробственно, я не ту кнопку нажал на самом деле. Да, ну сирена это прикольно, это лёгенькие твари. Опять я не ту кнопку нажал. Атакуй, пожалуйста, своих придурков. Отлично. Хоть так. У них такой урон хороший сурки, что зачем мне страдать? Меч портит, то есть, вы понимаете. Так. Ведьма, чуть-чуть ём. Милюзина. Безумная и грозная владычица глубин. Видно, когда-то ей здесь воздавали почести. Не знаю таких. Странная окраска чешуи. Это необычная сирена. Я подумал, что это какашки. Путь милюзины возник не просто так. Наверняка эта ехидна жила бы очень давно. Когда-то она впала в спячку, а теперь она проснулась и отхлодалась. Попробуем сделать весело. Очень весело, мать ваша. Почему эта бочка горит? А все ушли. Тогда зачем весело это делать? Спокойнее, спокойнее. Тихо, тихо, тихо. Ой, с вас уже нападало всякого барахла. Но это печальные утопсы. Это, наверное, Нейс. Какая-то тварь уронила его с большой высоты. А значит, Брит не обманывала. Могли бы показать крупным планом. Привет. Чего черта? Она наверняка слабая, как и все твари. Она только не падает, что от выстрела. Нихрена. Это уже... Заявочка на победу. Ну, с другой стороны, забавно. Почему ты не попадаешь? Критическое попадание. Надо ее мечом. Ну, так-то я долго буду стрелять. Да приземляйся, приземляйся. Приземляйся. Вот и все. Почему трофей переместился? Ну, и ветер. Хрен с ними, со штанами. Нахера они мне нужны? Так, ну что, все, закончили. Теперь еще свалить отсюда надо, правда. Полагаю, лучше тем же путем, что я пришел сюда. Эх, вот прискакала бы сюда лошадка. Может, попробовать нельзя. А, это ты? Пошла! Ну, кстати, там было быстрое перемещение где-то возле места, которое я проезжал. Там какая-то башня. Можно посмотреть. Оттуда перемещение было быстрее. А кто у нас там? Бандики. Можно ты его ударишь, а? Давай так. А что-то их, когда я тут проезжал, было больше. А, ну вот и больше стало. Веселые ребята. Ого. Кто тут стреляет? Кто тут стрелок? Так, тут еще. Слабые у тебя стрелы, если что. Так, ну что, вроде все. Ммм. Здесь стоит осмотреться. Значит, тут должны быть доспехи Грифона. Ты хорошо зашел. Вот только где их могли спрятать. О, может, тут трупа. Нет. Странно. О, погодите. Хитро. Правда, это все-таки волка, но... Все равно неплохо. Каждый уважающий себя ведьмак должен иметь хотя бы чертежи всей своей брони, своей школы. А то принадлежим к одной школе, броню носим, другой школа. И порядок. Мастер-ведьмак. Мастер-ведьмак. Нильса похитила чудовище. И убила его. Тело лежит в пещерах. Я должен за ним сходить. Ты скажешь, Брид, что стало с ее жеником. Я поговорю с ней. Должен же я хоть что-то для нее сделать. Страшно глупо я себя чувствую, что собственной сестре не поверю. Возьми его. Ты заработал. Надо было отказываться. Мог бы и сам сходить, и правда. Денег, само собой, не так уж и много, но она была простая, и правда. Утопцы и то больше представляли угрозы 15-го уровня, пока я к ней шел. Я должен с тобой поговорить. Оставь меня. Твой жених умер, его похитила и убила Эхидна. Нильс. Я знаю, что его не вернешь, но я отомстил за его смерть и убил чудовище. Эхидна, спасибо. Я знала, что он был мне верен. А потому клянусь быть верной ему до конца своих дней. Возьми. Здесь немного, но я хочу, чтобы ты принял это золото. Спасибо, но я не возьму у тебя денег. Не обижай меня. Ты неправильно меня поняла. Есть вещи, за которые даже ведьмак не должен брать платы. Так, ну вот и все. По дополнительному у нас остается печаль одна. Есть, конечно, в Велине задание 20, 23, 22, 25. Все в целом решаемо. Но можно, конечно, попробовать и на скеллиге 22 выполнить, чтобы сюда уже не возвращаться. Давайте, ладно. Почему нет? Пострадаем. Вот только какая-то часть-то простая получается. Я уж привык огребать от всяких эльфов, вышивальщиков. Потому что самая проблема в том, что если мы будем перемещаться между скеллиги и Новиградом, постоянно будет эта гребаная херня с заставкой во время загрузки. Я этого не хочу, поэтому лучше уж разок все сделать. И если уже потом качнемся, вернуться сюда и добить все, что нужно. Что у нас за проблема тут? Мы обидели духа леса, Свен. Вот он и мстит. Он говорит, что мы свернули со старой тропы. Мы его обидели. Эта тварь уже пятерых убила. В гробу. О, я слышал про это задание. Тебя и меня. Эта ебаная тварь из ебаной чаши. По-моему, эту ебаную тварь нужно убить, иначе ачивку не получи. А? А ты кто такой? Геральт, ведьмак. Наемный убийца? Чего ты здесь ищешь? Я видел ваше объявление. Объявление? Тут люди живут порядочные. Нет тебе у нас работы. Ты уверен? Эта тварь агрессивна и очень сильна. Я могу вам помочь за определенную плату. Отличный подход. Делай свое дело, ведьмак. Думаю, мы договоримся. Птицы выклевали внутренности. Вот следы зубов. Большой пес или, может, волк. Он всегда так убивает? Только трусов. Для людей с сердцем хищника у него есть достойная смерть. Кто такой этот дух леса? Или что это? Я тебе одно скажу. Это не твое дело. Это обычный хищник. Убивает всякого, кто ступит на его землю. Исчерпывающее описание. Как этот ваш дух выглядит? Его видел кто-нибудь? Из живых никто. Прекрасно. Вы все очень помогли. Вы говорите, что чудище вам мстит. За что это? Наши деды охотились с копьем и ножом. Духу леса нравилась такая охота. Он позволял нам жить спокойно. И мы никогда не знали голода. Раньше он тоже убивал. Сколько ребят погибло, стараясь стать охотниками. А теперь все наши охотники сгинули на войне. И бестие стало еще кровожаднее. Мы анкрайты. Мы платим жизнью и кровью за то, за что другие платят золотом. Мы рабы страха, которые подкармливают слепые дураки вроде тебя. Это наш лес. И самое время покончить с чудовищем. Ясно. То, что у вас проблемы с чудовищем, я понял. Я только не уверен, что вы хотите ее решить. Хотим. Заходи ко мне. Обсудим цену за голову бестии. Беседы над трупом мне вполне хватило. Теперь я хочу рассмотреться и понять, с чем придется иметь дело. Не совершай опрометчивых действий, убийца. Еще не поздно вернуть старый уклад. Я разберусь, что делать. На всякий случай, начинайте собирать деньги. Это ведьма Яника. Ну, замечательно, убьем. И получим ачивочку. Следы. Интересно, куда они приведут. Какой-то он огромный. Тонкие и глубокие разрезы, словно бритвой. Кто это там, интересно? Так. Куда-то пропали следы. Чтобы раздробить кости, нужна недюжинная сила. С таким нет смысла мериться мускулами. Ну как же, можно на кулаках подраться. Наверное, волки. Отвали, а. Вы что, совсем больные, да? Точил когти. Или просто метил территорию. Это леший. Самец очень старый. Зараза. Похоже, он выбрал кого-то в деревне. Леший самец. Узнать о Бессе больше, прочитав о нем в бестиарии. Замечательно. Так. Пэнкш, пэнкш, пэнкш. Это не то. Вампиры. Нет. Гибриды. Это типа человек-монстр Дракониды. Нет. Вот, наверное, духи и призраки. Это же дух леса или что там было? Нет. Вряд ли. Вряд ли. Вряд ли. Леший, да? В этом лесу не охотится. Никогда. Хоть бы деревня с голоду помирала. Так. Что там против него хорошо? Бомба. Масло. Игни. Огонь. Главное найти этого пацана, чтобы убивать его именно. Не, это друид. На что ты уставился? Это ты для меня так нарядилась, Хейн? Ну? Золото найдется. Есть одна загвоздка. Леший выбрал одного из вас. Покуда этот человек живет в этих краях, монстра нельзя убить навсегда. Он рано или поздно возродится. Это наверняка кто-то из старейших. Должно быть Харрин. Ты же его слышал? Одних слов недостаточно. Мне надо найти отметку. Люди тебе не поверят. Они не дадут обвинять своего. Найди это умеченного. А остальное я беру на себя. Надо понять, какую тропу отметил дух леса. Я вот всегда думал, что вы, ведьмаки, будете делать, когда переведутся все Василиски, Лешие, Великаны. Блин. Так-то не очень удобно будет искать туда. Мне лучше добрый топор. Окружись своей заботой о Фреях. Все живы и созданы. Как вообще, ведьмачьи-чутье может найти мне отмеченного чувака? Ну где-то он тут должен. Тут больше всего народа. Я знаю, что надо сделать. Надо помедитировать до утра. Может, вылезет больше народа. Я найду их. Лешие выбрала эту девушку. Зараза. Ну уж извини, девушка. В других обстоятельствах я выбрал бы другое. Отмеченный сам не знает, что помогает ему. Он делает это ненамеренно. Мы с нашими старейшинами не сегодня познакомились. Каждый из них родную мать продаст, лишь бы чудищу понравиться. А вообще, нечего языком трепать. Ты сам сказал. Сперва надо убить дружка-чудища. Никого не нужно убивать. Достаточно, чтобы меченый покинул деревню. Если он никогда не вернется, леший не возродится. Слышали, что сказал ведьмак? Нужно изгнать старейшин, и будет у нас мир на все времена. Леший выбрал Хильду. Хильду? Надо изгнать ее. Ты сам сказал. Но она же наша. Свен, ради блага деревни. Так я, похоже, не то выбрал. И хорошенько ей разъясните, что она не сможет сюда вернуться. Никогда. Мне надо же убить лешего. А, нет, все нормально. Убить лешего будет нелегко. Пусть никто мне не мешает. Лучше всего запретись по домам. Если я не вернусь, пошлите кого-нибудь в Кайр Трольда. Мы сделаем, как ты сказал. Не подведи нас, ведьмак. Ну вот, хотя бы тетку не пришлось убивать. По-моему, с ней в каких-то отношениях был. Поэтому... Здесь начинается земля лешего. Прежде чем высказать, надо уничтожить все тотемы. А, пойдем уничтожим. Сделаем сохранение на дополнительный слот. Надеюсь, это его немножко ослабит. Иначе какой смысл ломать тотемы? Ну, замечательно. Волки? Конечно, волки. Ах вы пидораски, а. Так нехорошо делать. Опасный. Скотина. 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 так ну сейчас похоже начнется он же наверное как монстр надо бы другим мечом игни значит но это плохо но у меня по моему совсем не прокачано попробуем мечом сдал волки ну погодите и опт вы мать так смотрим как то горишь все таки более-менее более-менее так надо полечиться давай еще матчи пожалуйста спасибо да чтоб вас а еще эти вороны грёбаные давай успокойся слышно но не очень-то сложный конечно ну немножко утомляет вы как его огонь то хорошо даже не протачен ну вот отлично ачивка есть остальное неважно лес правда что затуманился ну так все плохо в лесу то стало вот будем знать что духов леса бить не стоит на 2 лес петух так что так что хз что тут лучше лучше ачивка я вот что думаю и 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 случилось? Ты избавился от чудища, а мы от его союзников. Не бойся, уговор дороже денег. Ты свою плату заработал. Э, недороидов убили. Думаешь, вся деревня пойдет за тобой? Люди охолонут и уразумеют, что надо было покарать виновных. Слышите? В моей деревне не будет править страх. Больше не будет убийств. Идите по домам. А ты, ведьмак, двигай лучше своей дорогой. Чудовищ тут больше нет. 60 крон. Я бы перепрошил это задание, но мне очень лень. Оно такое, ну, как бы оно особо ни на что не влияет, так что... Так что пусть будет как есть, ладно. Ну что, в следующей части, наверное, будем выполнять ведьмачьи заказы в Велине. Три штучки. Или четыре даже. Не знаю, или три, или четыре. Начиная с этого. А на пока заканчиваем. Увидимся на другом континенте в Ведьмаке 3. Всем спасибо за просмотр и удачи. Увидимся в следующей части. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok